Девушки отдыхают На всякого мудреца довольно простоты В этом году исполнилось 190 лет со дня рождения нашего великого драматурга Ну и сегодня открываешь его пьесу, читаешь И кажется, что вот только сейчас это и написано Получается, что Островский – самый современный драматург В чем его феномен? Об этом в ближайшие часы и поговорим В произведениях Островского каждый человек, прочитавший их, может найти частичку себя Изображена труппа Московского малого театра Это вот те актеры, для которых он писал свои пьесы Дело в том, что уже никто так, как вы, не сыграет Почему? Потому что в принципе, в природе этого не может быть Вы согласны с тем, что это так? Что Островский действительно самый современный драматург? Олег Олегович Это бесспорно, потому что те образы, которые создал Островский в своих произведениях Они живут и в наше время Казалось, он действительно написал все свои произведения Либо вчера, либо сегодня Поставил в них последнюю точку Потому что те персонажи, которые выведены Островским Они нас окружают ежедневно, постоянно А происходит это, видимо, потому, что Островский писал о том периоде истории России Когда зарождались капиталистические отношения Потом, как мы знаем, Октябрьский переворот сломал естественный ход истории И вот это капиталистическое время, которое предчувствовал Островский То есть опять по спирали мы вернулись в то время Совершенно верно Те герои, те купцы Это же наши новые русские коммерсанты Предприниматели Посмотрите вокруг Это же герой Островского Владимир Михайлович Вы также считаете, что актуальность драматурга Вот в смене эпох и в этих параллелях исторических Либо в нем есть что-то еще? Я думаю, что там многое всего Вот вы начали передачу с того, как говорит Глумов А там еще одна такая есть реплика Нас куда-то ведут Мы куда-то идем Но и те, кто ведут, не знают, куда Вот это сегодняшнее время, оно так ассоциативно Что думаешь, Господи, он что, вчера, что ли, написал? Кто сейчас, я не знаю, в школах или вузах Я думаю, наверное, углубленно изучают Островского Хотя наш театр всегда был привержен этому гениальному автору Русскому Шекспиру Всегда У нас в репертуаре всегда идут пять, восемь, десять И когда пьес или гастроли обязательно одна, две Поэтому вот, когда вышла недавно энциклопедия Островского Я очень порадовался Огромный труд замечательных творческих людей Где сказано все буквально об Островском Поэтому говорить об Островском, наверное, можно ни один час, ни одну передачу изучать И все равно всего сказать нельзя Конечно, нельзя, потому что, ну, можно сказать о Шекспире Вот так же и о Островском нельзя сказать И у него же есть разные пьесы, пласты жизни Где к чиновникам, есть купцы, есть о любви и так далее, и так далее Вот совсем недавно мы сейчас работаем над такой пьесой Которая называется «Колумб за Москворечье» Вот его называют Колумбом Понимаете? Вот такую пьесу бы сделать к юбилею было бы очень здорово У нас есть свой Колумб за Москворечье Это Денис в другом смысле этого слова Но Денис автор экскурсии «Купеческая Москва» Да, «За Москворечье» Вот что вас привлекает в творчестве Островского, в его личности И почему вы сделали вот такой вот маршрут? В том числе меня привлекает и то, что Островский действительно типичен Вернее, герой Островского типичен «За Москворечье» тянется далеко за пределы Москвы Далеко за пределы любого другого города То есть такое «За Москворечье» есть везде Везде в России Поэтому он актуален Мы видим его героев среди своих друзей Среди своих родственников И даже в зеркале Поэтому, говоря о «За Москворечье» на экскурсии Я подразумеваю всю Россию абсолютно Ну давайте о зрителях поговорим Почему же зритель московский, петербургский, японский, американский, французский Воспринимает этих людей Потому что там заложены общечеловеческие призвики Это любви, ненависти, измены, предательства Вот чем он силен Да, вы правы, купцы это Но вот эта сила, когда поднимается автор до общечеловеческих проблем Обобщение Да, вот и все Поэтому люди плачут и в Японии, и в Москве, и в Америке Потому что он И смеются Да, естественно, конечно Вот он велик чем Да, безусловно Я с вами не спорю Ну вот Александр Николаевич Островский родился в Москве, в Замоскворечи На Ордынке И место это известно сейчас, там Дом-музей И Дом-музей организован сравнительно недавно Потому что Лидия Иосифовна Постникова Настоящая подвижница, сотрудница Бахрушинского музея В свое время своим руководством была сослана Вот на такой участок работы поднимать Дом-музей Островского Думали, что она вообще не справится с этой работой И удастся от нее избавиться Но не вышло Мне кажется, Лидия Иосифовна, она тоже как персонаж Александра Николаевича Островского Она справилась, она еще отхватила несколько помещений для своего музея Вокруг того дома, где родился Александр Николаевич И давайте сейчас послушаем ее рассказ Я здесь застала, ну как вам сказать, просто голые стены Они не были так покрашены Это был обычный дом, который, в общем, хотели потом подготовить под музей Вот, а вообще идея создания этого музея принадлежала Сергею Владимировичу Михалкову Мне очень хотелось, чтобы здесь было красиво во дворе Чтобы было много цветов, потому что Замскворечья Это вообще мой самый любимый район, потому что я сама здесь родилась Вот, и я помню, какие были тут интересные полисадники Вот, и постепенно, постепенно мы вот так вот засадили, что называется, цветами, кустарниками Я считаю, что появился интерес к музею Потому что, ну, естественно, конечно, основные посетители – это школьники и пенсионеры Причем они с удовольствием приходят в музей А вот для такой категории, как студенты, очники, они в музей могут прийти вообще бесплатно И поэтому участился вот этот, как бы, студенты стали приходить к нам очень много Но экскурсии все равно платные У нас очень много, что надо сделать У нас, например, нет интернета И неизвестно, когда он будет Вот, у нас очень сложно Здесь на территории ненужные раскопки ведутся И до сих пор не зарыли яму Вот она прямо тут вот рядышком У нас дом постепенно разрушается Ему уже все-таки достаточно много лет Но мне все время уверяют, что не волнуйтесь, что скоро мы начнем реставрацию Музей живой, со своими проблемами Ирина, вы были в этом музее как школьница? К сожалению, не пришлось ни разу А почему? Я, честно говоря, даже не знала, что в Замоскворечье у нас рядом есть такой музей Видите, как здорово, что вы пришли к нам на передачу Какое впечатление у вас от Александра Николаевича Островского в школе возникло? Какие по школьной программе преподаются его произведения? По школьной программе в основном проходит, конечно же, драму «Гроза» Так, драму Катерины Да, и драму этой любви, и о выборе, и о лишней человеке, можно сказать Потому что Катерина явно родилась не в то время, как ей нужно было Но вам близко вот это его творчество? Вы чувствуете какие-то параллели, аллюзии с сегодняшним днем? Или для вас это как сказка, какая-то история, которая была ступився от лет? Конечно, она очень-очень актуальна, мне кажется, и сейчас тоже в основном Ну, как будто, на самом деле, вчера все это написал Разве что немного другая обстановка, и все Александр Николаевич, чувствуете интерес ваших учеников? Конечно, конечно, чем больше работаешь с классикой, тем приходишь к выводу, что меняются костюмы, конечно Человеческие характеры остаются одним и тем же характер остается И это говорит о неизменности, наверное, человека, как явления Что касается Островского, мы в музей ездим часто, достаточно почти каждый год Просто каким-то чудом Ирина не попала Нет, я просто два года в этой школе работаю То есть все впереди еще воспитываю Поэтому, да, возим И вот этот уникальный, маленький, очень уютный музей, он, конечно, производит впечатление Но я хотел сейчас о другом сказать Вот я завидую своим коллегам Они упоительно так рассказывали об Островском Я думаю, что если бы шел разговор о Достоевском и о Достоевском, бы говорили так же Потому что они работают непосредственно с этим материалом А я каждый день работаю не просто с Островским Я работаю с молодежью, которым, в общем-то, Островский или Достоевский, Толстой Не так интересен и не так важен Им важен он сам И вот моя задача, как учителя, найти тот ключик, который бы открывал эту потаенную дверь двух миров Мира школьника с его возрастом, переходным и так далее И мира писателя Вот я слушаю, значит, у вас там в школе что-то идет Но большинство людей, особенно приезжающих к нам поступать с периферии Они не темные, способные Талантливые люди, но вот кругозор дремучий Я хотел бы, может быть, одну из причин озвучить, почему так происходит Мне иногда, я много посещал уроков, мне иногда настолько грустно От того, что учителя убивают русскую литературу Учителя-словесники В большинстве своем Редко, может быть, кто-то по-другому мыслит И по-другому общается с детьми Я всегда говорю детям на уроках Особенно вступительных уроках Что вам не всегда удобно поговорить о себе Но ведь уникальный случай Русская литература Это потрясающая модель С помощью которой мы можем И приблизиться к разгадке некоторых Страшных, может быть, неудобных вопросов Вопросов, которые возникают В самих себе В самих себе, да И чаще всего Я слушаю это сообщество наше Учительское О чем разговоры идут постоянно Не хватает зарплаты Вот, мало часов на литературу А у меня одна мысль, крамольная Я бы вообще лишил зарплаты таких учителей Я бы не дал больше ни часа на литературу Чтобы они не убивали ее Потому что это особая ценная вещь Ее нельзя даже как урок рассматривать За нее нельзя даже ставить отметки Это работа с душой Это как психолог Вот интересно, Леша Я вам должен сказать Вот, как сегодня зритель относится к героям Вот, Глумов, казалось бы Ну, мы все знаем, что человек, который хитро Герой пьесы на всякого мудреца На всякого мудреца Довольно простоты И бешеные деньги Нет, ну, в финале, когда он говорит свой монолог Зрительный зал его Молодежь его Вы, кстати, финал очень нетрадиционно для малого театра поставили Мы еще увидим это и обсудим Да, но я говорю о том, что как меняются вот стереотипы приоритеты Я вам нужен, господа Я вам нужен Никакого человека, как я вам не скажи Ну, не я так другой будет Будет и хуже меня И вы скажите, я этот хуже Глумова А что-то не славный, малый И Глумов, может быть, он положительный персонаж Да, вот это вот, да Поэтому тут вопрос От времени Ну, это объяснимо Это нравится, потому что он поступает прагматично Потому что он в духе времени поступает Дух-то времени формируется кем? В том числе и школы Почему я так болезненно воспринимаю учительское сообщество И способ преподавания литературы? Потому что загоняют ребенка в эти рамки В клише определенные И начинают ему диктовать какие-то установки, стереотипы Делают из него болванчика И он потом из внешней среды заполняет эту пустую форму Содержанием совершенно некачественным Вот таланты и поклонники, да Казалось бы, очень популярная съестра Там все написано Про взаимоотношения и театрами И вот мы проводили опрос среди молодежи Как они относятся к поступку этой актрисы Молодец, говорят Правильно Ну а что, а я паратовы люблю Мне всегда хотелось быть блестящим барином Лет за 30 и судо хозяев Чего тут плохого? Я прям мечтаю Алексей, тут просто смещаются приоритеты Все, о чем сейчас здесь говорится нами Это свидетельство того, что приоритеты действительно смещаются Сейчас я предлагаю вернуться в дом музея Островского И Лидия Иосифовна Постникова продолжит специально для нас свою экскурсию Это личная вещь нашего драматурга За ним он работал и делал уникальные вещи То, что вы видите здесь, это нож, который он сделал сам и подарил Смой драматургу Чаеву Вы посмотрите, как великолепно и тонко отделана рукоятка ножа Он делал очень много вещей Вот если когда-то вы побываете в Щелукове Ну там действительно много всяких его вещей И там много его поделок В основном это рамки, в которых заключал он члены своей семьи И его ближайших друзей-актеров А здесь вот на этой фотографии групповой Изображена труппа Московского малого театра Это вот те актеры, для которых он писал свои пьесы Им было написано 47 пьес А 8 пьес было написано в содружестве с другими авторами Ну слушайте, с руками был Александр Николаевич Ты если такие ножи вырезывал Естественно, это все среда, в которой он жил Потому что вот тот мир, в котором он родился И в котором он рос Непосредственно повлияли на него и как на драматурга Мне кажется, без этого не получилось бы гениального Александра Николаевича Да и сам он сказал, прежде чем стать великим писателем Я сначала увидел, узнал и полюбил народ И полюбил он народ не у себя дома, когда писал пьесы А полюбил народ, когда он выходил на улицы Вот на Пятницкую, на Ордынку и так далее Когда он видел всех этих людей Которые позже стали его героями Поэтому тут очень важна именно московская такая среда Которая воспитала его И вот это вот вам все интересно? Вот эти кадры из музея, нож, верстак На самом деле, да, интересно Я считаю, что творческий человек, он должен быть творческим во всем И то, что вообще писатели, они как-то, как вот та же Екатерина Не то чтобы лишняя, они не от мира всего, можно сказать, так Какие пьесы вы прочли у Островского? Только «Грозу»? «Грозу» и... Беспреданницу? Нет Свои люди сочтем, все банкрот А в Малом театре были, смотрели пьесы его? К сожалению, только Чехова смотрела В Малом театре? Нет, не было В продолжение темы Дениса я хотел бы сказать, что у Александра Николаевича Островского Больше, чем у любого другого писателя В его творчестве пословец употребляется Островский, он был знатоком народного фольклора Знатоком пословиц, поговорок Мы любую пьесу можем открыть и встретиться Да, и в названиях даже Да, и в названиях, естественно Не было ни Грошадов, друг Алтын Да, свои люди, сочтемся Это все как раз знания народности Вот о чем говорил как раз Денис И сейчас специально для Ирины продолжим экскурсию по дому музея Самым главным реалитетом в любом музее есть экспонат А у нас есть свой экспонат Вот макет Московского Малого театра Макет был выполнен в 1840 году Очень интересным человеком Покровским И вот видите, вот этот продольный разрез театрального здания Он помогает нам как бы войти во внутрь Малого театра Вот весь макет делится на три части Самая главная часть, это естественно сцена Которая в свою очередь еще делится на три части Внизу это вот одна из самых главных частей Это так называемая тамошенерия То есть те механизмы, которые приводят в движение Вот эти своеобразные лесенки На которых называлось декорационное искусство Вот вы видите, вот здесь в портере нет никаких этих самых кресел Потому что, почему их не было? Сейчас объясню, потому что вот здесь вот на чердаке Вот такое устройство Тогда не было никакого электричества И нужно было как-то осветить зрительный зал И поэтому вот отсюда, вот на этом устройстве Спускали люстру Малого театра Ее надо было зажечь То есть ее надо было снять все старые свечи Поставить новые свечи А раз так, то вот эта люстра Она просто бы мешала вот этим зрителям Поэтому здесь просто и не было никакого портере Поэтому самые лучшие места, особенно в Малом театре Это вот амфитеатр Начиная с первого ряда по двенадцатый Дальше билетаж И идут два яруса балкона Ослепительно светло стало после этого видео в нашей студии Потому что появились настоящие звезды Малого театра Народные артисты России Александр Сергеевич, Вячеслав Иванович Впечатлил вас этот рассказ о создании Малого театра Я так понимаю, что сейчас в связи с реконструкцией Там примерно то же самое происходит Все разбирают, меняют Вы знаете, когда много лет работаешь в Малом театре Вот как мы все здесь присутствующие Что-то стирается Что-то как бы становится обычным и привычным А иногда вспоминаешь Что по этим коридорам ходили величайшие артисты и люди В этом зале Я бы всем школьникам об этом рассказывал В этом зале сидели Толстой Гоголь Достоевский Чехов Причем пример... Островский, наверное Островский, естественно Ну он обычно Нет, он любил еще Он за кулисами любил слушать, сидеть И эти места известны Примерно, да? И вот если рассказать школьникам Бывали у меня такие случаи Когда вот рассказываешь И они входят в зал И они понимают Что они сейчас могут сесть на место Гоголя Толстого, Достоевского Когда мы идем на сцену И проходим мимо Ермолова Ермоловское фойе В Ермоловском фойе, да Мы тоже ведь понимаем иногда Так, знаете, так дрожь такая Что вот тут Щепкин Вот тут Ермолова И Александр Николаевич сидел Около помощника режиссера Любил очень И слушал свои пьесы Слова А у актера Вот у меня, например Я пришел в театр И какую-то играл сразу массовку И мне дали брюки первые Брюки Я взял брюки какие-то И вдруг читаю Остужев От Элло Брюки Остужева В брюки Остужева Я надел Брюки и играю массовку Боже мой Да ну вы что Вот приблизительно так Вот что такое малый театр Поэтому этот зал Действительно Он производит очень Такое впечатление Вот тоже Вот уже прошло много лет Как я работаю Он на меня такое же производит Вот как намоленное место Это на самом деле так Потому что это какой-то вот Мягкий этот звук Вот просто рядом И явно Именно здесь Понимаете Было это И именно настоящая вещь Что сохраняется вот эта традиция И великая школа И во многом благодаря художественному руководителю Народному артисту СССР Юрию Мефодиевичу Соломину Который В общем-то в наше непростое время Вот Это сохранил Давайте сейчас послушаем Эксклюзивное интервью Юрия Мефодиевича Что он скажет о доме Островского У нас в плане Всегда В сезон Мы ставим Пьесу Островского И у нас на сегодняшний день По-моему 12 названий Которые Идут постоянно И есть такие Как Правда хорошо А счастье лучше На всякого мудреца Довольно простоты Там Бешеные деньги Они идут уже По 5-10 лет И должен вам сказать Что Островский до сих пор И раньше И теперь Он занимает Если не первое место По стране То уж второе точно Можно сказать Что он сегодня Самый современный Наш драматур Самый современный Но так и есть Так и есть Потому что зритель Как реагирует На те Ведь не мы же придумываем Те реплики Которые Там придумали Или Гоголь Допустим И вот сейчас предстоит Жуткое Это ужасное слово Реконструкция Как она будет проходить На какое время рассчитано И как вы будете Жить, работать И существовать В этот период Ну что значит Я скажу Нет Мы не боимся Это не от меня Все зависит И от нашего коллектива Во всяком случае Мы никого не хотим удивлять Мы хотим оставить Это здание Еще на те годы Которые оно существует Хотя бы Значит Вот видите Оно трещит Оно трещит Так если пройдете Поинтересуетесь То Это еще и ремонт Который мы ведем Уже полгода Никто об этом не знает И даже наши работники В подвалах Для того Чтобы укрепить это здание Там нужно возвести Такую плиту Потому что под нами И вообще Под театральной площадью Много очень воды Озера Мы это делали уже В 91-м гору Году мы фундамент Укрепляли это И если вы пройдете То увидите По сегодняшний день По коридорам Такие металлические Прутья как бы связывают Вот вы когда сюда шли Не обращали внимания А вроде как турники Так вот это стяжки Которые уже 20 лет Держат здание Вот в том состоянии Которое Оно Прошли много лет все-таки Теперь наша задача Сохранить все Что есть так как есть Ничего не изменять Это был Юрий Мифович Соломин Народный артист СССР Художественный руководитель Государственного Академического Малого театра Но остается только пожелать Чтобы все-таки Реконструкция Это как-то успешно прошла Да? Да будем надеяться Кстати Юрий Мифович Поставил абсолютный На сегодняшний день Рекорд руководства Малого театра Ни один руководитель Малого театра Не мог за 20 лет По-моему 23 или даже 25 лет Руководить художественным театром Ни один А он вот ведет этот корабль И сейчас мы попали в эту непростую ситуацию И очень хотелось бы Чтобы Москва Долго без памятника Александра Николаевича И Малого театра Не оставалось Вы сказали про корабль И я сразу вспомнил Как говорил Михаил Иванович Царев Что малый как большой корабль Пока развернемся направо или налево Все изменится Поэтому идем прямо Не сворачивая Своим курсом Вы сказали про школьников Хорошо бы им показать эти места Где сидели великие писатели Но школьников вы видите В зрительном зале Они ходят Им интересен ваш театр Ходят Почему? Давайте сейчас сначала Еще школьников послушаем Я заехал в Московскую гимназию Школу Ломоносова Номер 15-30 И поговорил с 11-ти классниками Они кстати Без подготовки Они готовились к ЕГЭ Заполнять вот эти свои Крестики-нолики По информатике Но я спросил у них про Островского И вот что они мне ответили Давайте послушаем Творчество Островского Мне понравилось тем Что несмотря на то Что уже прошло достаточное время С момента написания этих произведений Они и по сей день актуальны И события, описываемые в них Могут быть полезными И для сегодняшних людей Островский помогал мне Видеть далеко не положительные черты в себе А возможно даже отрицательные Которые он вкладывал В неположительных героев Какая-то нерешительность Лень Какие-то мелкие качества Которые я не хотел бы в себе видеть И которые очень остро отражались В персонажах Островского Возможно именно так он тоже нам помогает Я считаю, что В произведениях Островского Каждый человек, прочитавший их Может найти частичку себя Может не частичку Может даже с кем-то будет похож в характере И это помогает ему в будущем Избежать тех проблем Которые испытывали герои произведений И понять, как лучше в них разобраться Продолжая вот эти высказывания Скажу про себя Когда в 20 лет я прочел На всякого мудреца довольно простоты Уже осознан Я испугался Потому что в образе главного героя Я просто увидел себя И потом все последующие годы Делал все, чтобы Ну вот избавиться от этих Отрицательных качеств Вячеслав Иванович, вы Глумова играли Еще в предыдущей постановке Малого театра Но не в мудреце Я играл Глумова В «Бешеных деньгах» Да, в замечательном совершенно спектакле Который поставил Леонид Ильич Курпаховский Царство небесное И Стенберг оформлял Тоже Царство небесное Инар Стенберг Да, Инар, да Но сейчас трудно Поэтому если мы будем пропускать Мы ведь кого Старые уже стали Кого не называешь Уже очень многих людей нету К сожалению Так вот Это был такой парадный спектакль Малого театра Где в главных ролях была Быстрицкая и Каюров Где блистали Васильков значит Каюров А Быстрицкая Лидия Юрьевна Где блистали Кенигсон Подгорный Шатрова Ну это был парадный спектакль С великолепным совершенно оформлением Мы с удовольствием его играли Много лет Ездили и за границу И по Советскому Союзу тогда И Леонид Викторович хотел, мечтал Поставить на всякого мудреца И сделал распределение И мы должны были Приступить к работе И какое распределение Там Царев по-моему Крутицкий Там Гоголева Турусина И так далее И так далее И доверил Вот мне И Виталию Соломину Покойному Доверил значит Вот роль Глумова И он мечтал Чтобы вот Я сыграл и того И того Глумова В двух спектаклях Но не случилось Зато они сейчас играют Вот Мамаев один Мамаев другой Так вот этот спектакль Когда состоялась премьера На всякого мудреца Спектакль Который вы поставили Уже 2002 год А число Дату Помните Я помню Потому что это было 14 июня И я с моей маленькой Телевизионной камерой В 2002 году Зашел за кулисы Малого театра И в этот день Был день рождения Александра Сергеевича Конечно же Я поэтому это и запомнил И давайте посмотрим Что я тогда снял 2002 год 14 июня Малый театр Добрый вечер С днем рождения Вот так совпало И день рождения Совпал с премьерной Какого вы играете сегодня Я играю Мамаева Нил Федосеевича Богатого помещика Я считаю Я заслужил Какие роли И в такой день рождения На самом деле Так же остались Уже считанные минуты И это премьерный спектакль Да, премьерный Премьерный Ну что же Есть, конечно, волнение Есть Ну что Скажет режиссер Владимир Бейли Заслуженный деятель Искусств России Режиссер-постановщик спектакля Ни пуха, ни пирас Гринерный Здравствуйте Здравствуйте Александр Здравствуйте Егор Дмитриевич Глумов Добрый вечер Дай бог Хорошо А вот идет у нас Вы сами Что же исполните Обалдеть Ну слушайте Больше 10 лет прошло Оказывается, что вчера это было Вот как за этот период Эволюционирует спектакль Что в нем меняется Наш спектакль На мой взгляд Удался Столько лет тому назад И пользуется успехом Мы сейчас были в Баку Боже мой Какой успех Вы даже если не представляете В Баку Они открыли для себя Островского опять Потому что уже Сколько лет Они от нас отсоединились Но Интересно что Что уже тогда Как-то было Я не знаю Володей понятый Или нами всеми Была как Вот все-таки Есть в Островском Какая-то Ироничность Современная Понимаете И весело Вот как сказать Самый все-таки Страшный грех Это уныние Здесь нет уныния При всем при том Здесь есть какая-то Внутренняя энергия Жизни Понимаете Островского Пружина Да Пружина И по-моему Даже национальная Вот как Мне кажется И спектакль Поэтому И спектакль Поэтому Вот кто бы не ввел Все У нас очень много вводов Очень много Театр так не может Люди уходят из жизни Люди стареют Люди портят отношения Наконец Между С собой И такое бывает Это живой организм Но вот сколько вводов Спектакль не теряет Вы знаете Он пользуется успехом И самое главное Что он сохраняет Вот эту ноту Ноту Какой-то иронии И оптимизма И оптимизма Понимаете Как это ни странно Мудрец Так он сделан И так он играется 11 лет Что вот это такой Ну как можно сказать Парадный что ли Спектакль Малого театра Крутийского Кто у вас сейчас играет Играет Крутийский Вот сейчас Борис Владимирович Один Действительно Спектакль Ну фантастика Сейчас я хочу продолжить Нашу импровизированную Театральную викторину И все-таки Выяснить В 2002 году На премьерном спектакле Кто исполнял роль Крутийского Давайте посмотрим Виктор Иванович Вам наверно Особенно Как-то выходить Сегодня на сцену В образе Крутийского Потому что Когда-то Вы играли Глумова Да Да Это последние Штрихи Перед выходом На сцену Виктор Иванович Волнуетесь Ну как сказать Как всегда Первый спектакль Это первый спектакль Так что конечно Сегодня отряд довольно мощный Интересный В этом спектакле И Ирина Быстрицкая И Ирина Муравьева И Александр Наше молодое Уже зарекомендовавшее Себя поколение Это Яршинин Саша В роли Глумова А он не у вас учился? Он у меня Мне это особенно Приятно Особенно надеюсь Если он не подкачает То есть Вы как педагог Уже будете за ним наблюдать? Нет Я буду за ним наблюдать Как крутий Али как партнера Это уже другие взаимоотношения Но все равно Наверное Ощущение Потом После спектакля Виктор Иванович Конечно Ему скажет пару А будет сделан Такой конкретный разбор Ну Виктор Иванович Коршунов Сейчас он не играет уже Виктор Иванович болен Очень уже Просто по возрасту Очень болен Поэтому не играет Когда он репетировал Вот актера Я думал Перебирает Темперамент Ну он же Виктор Иванович Жиль таким темперамент Я говорю Может не надо Он говорит Надо Короче говоря Проходит время И когда он ушел Я понял Что он был прав Вот такой крутий Которого играл Виктор Иванович Вот это было То что Хотелось нам всем Вот такой Который может Поднять И гири Ты помнишь Да Да И все Это Реванш Власти Который он Так сказать Для Виктора Ивановича Власть Он понимал Что это такое Ну потому что он Долгие годы руководил Директором Конечно Островский Свои люди И вот в образе Этого Ветрограда Закревского Возьмете фотографию Станиславского В роли Крутицкого И вы не сможете Угадать Где Станиславский А где Закревский Выходит что бомба Для своего времени Была Сегодня это важно Или уже никто Сегодня мы не будем Собянина Ну даже Сделать Собяниным Сегодня это важно В качестве традиции Конечно Продолжать традицию Островского В литературе Вот мы забываем еще о том Что он то писал Современные пьесы Он был Современные пьесы все Сегодня они Классика Тогда же он писал О тех людях Которые его окружали И тех А разве Фразы Мы куда-то идем Вот мы Куда-то ведут нас Но ни мы не знаем Куда Не те Которые ведут нас Александр Еще благодаря Все это Кончится Давайте прямо сейчас Вернемся в Ермоловское Фойе Малого театра 2002 год Это до спектакля Минут 15 наверное Это фильм Да? Нет Это перед спектаклем Перед Вот речь о вашем Дне рождении Как раз Значит так Играть быстро Весело И я вам открою Один секрет Дело в том Что уже никто Так как вы Не сыграли Почему? Потому что в принципе В природе Этого не может быть Все нормально Других исполнителей нет Есть только вы Все И так сказать Поскольку мы в стенах Малого театра В доме Островского Островский именно так и хотел Вот прокомментируйте Кого мы здесь видим Быстричская Эрина Быстричская Соломин Клюквин Сейчас Муравьева На фоне Ермоловой Кстати Очень похоже Это ты снимал Такой второй план Незримо присутствует Астральная связь Да видишь как ты снимаешь А важно вообще Подзаряжаться Этой особой энергетикой И войти на сцену Не из какого-то там Закоулка А из Ермоловского фойета Да конечно Но это у вас всегда происходит Или только по праздникам В особый случай Через Ермоловское Нет Всегда Всегда? Да у нас только два выхода Один главный через Ермоловское фойе И другой есть такой выход Нам с лестницы надо Можно попасть А главный это Только через так Только так Я так понимаю Что Юрий Мефодич Это его такие наставления Вот перед самым Превью Как он называет Да художественный руководитель Обычно смотрит спектакли Но тут он немножечко Моложе чем сегодня И он был И он был тогда более Так сказать Активен Перед вот Началом Нашего спектакля Ну сейчас он делает Принимает Делает замечания А вот это было Конечно Праздник Тогда В июне 2002 Года Ну не знаю Мне на самом деле Вот я это все снимал Как будто бы Вчера это было Ну по крайней мере Вы не изменились Это уже радует Давайте посмотрим Короткий нарез Где есть в том числе Эта легендарная фраза Вашего персонажа Спектакля Умных людей Нас Не слушают Глупых разгражать Нужно льстить Грубак Беспардонно Вот и есть секрет успеха Вы сами виноваты Это не петух А мой уважаемый дядюшка Нил Федосеевич Мамай Это я Не похож Сам на себя похож Ну этой фразы Именно не было Но тоже Тут что не фраза Крылатая А если мы вспомним Другой спектакль Волки и овцы Вот вчера я его Только пересматривал Он к счастью Есть на ютюбе С разными актерскими составами Но вчера я попал Когда Беркутова Играл Николая Верещенко Который ушел от нас Уже сколько лет Пять наверное Больше Даже больше Лет 7 Виктор Иванович Коршунов Играл Чугунова И вот И вы эту же роль играете И конечно же Замечательная фраза Просто с политическим Таким подтекстом И как она актуальна Сегодня Какие мы с вами Волки Мы куры Голуби Мы по зернышку По зернышку клюем И никогда Сыты не бываем На каждом спектакле Вот вы затрали А волки-то Вот они Овации Да-да-да Эти сразу По ногу Вообще загадка Вы понимаете Можно Островского Ставить Пусть ставят Как там Серебренников Пусть ставят Как еще кто-то Ради бога Но вот Поставить Островского Так как В Малом театре Вот есть по-настоящему Да То это Сказка Это я даже не знаю Зритель сидит Думает Что это все Написано сегодня О сегодняшнем дне Он попадает так Ну у нас был случай Просто не могу не рассказать Когда нельзя было Играть спектакль Волки и овцы Я не думал об этом Абсолютно Это выпало Помните Историю С Аскуратовым Да Вот И мы играем Волки и овцы И подходим С Беркутовым К фразам Которую я должен Сказать Он говорит А я хотел идти К прокурору Я говорю Зачем К прокурору Не надо К прокурору Ну что У прокурорта Дел нет И без наших Вот так можно Вот это Островский Сегодняшний Ну ты подал Подал эту фразу Нет Нет Я тебе клянусь Нет Наоборот Я В последний момент Подумал Что сейчас Должны прореагировать Зал Вот он и прореагировал Да О бешеных деньгах Как мне нравится Телятев говорит Лидия Юрьевна Ой-ой У вас морщинка Она Что делать А вы Лидия Юрьевна Больше всего думайте Пасайтесь У нас женщины Тем и сохраняют Свою красоту Что никогда Ни о чем не думают Это же гениально И бешеные деньги Также поставил Виталий Николаевич Иванов Виталий Николаевич Здравствуйте Вы слышите меня Да Да Слышу Только что Мы в этой студии Вспоминали ваши Блистательные спектакли Волки и овцы Бешеные деньги Вот скажите Как нужно ставить Островского сегодня Нужны какие-то инновации В режиссерском методе Чтобы это было Созвучно Современности Или лучше Вообще ничего не трогать И сделать Как написал автор Вот знаете Вот вы как Говорите Созвучно Современности А что это означает Созвучно Современности Ну Великолепная литература Прекрасные образы Характеры Для актеров Это просто Ну Море Так сказать Возможности Общения И игры Образа Характера Мысли Изумительные Литература Потрясающая Что Что нужно еще Для современности Чтобы это читалось Как бы Только сегодня А завтра уже нет Или вчера нет Понимаете Я искренне благодарен Этому уникальному Деятельному человеку Александру Николаевичу Островскому За то Что он оставил нам Такое богатство Просто колоссальное богатство Знаете Искренне признаюсь Читая его пьесу И каждый раз У меня такое ощущение Что Каждую следующую пьесу Писал Другой Автор Настолько талантливая личность Столько талантливый человек И посмотрите Насколько мы Сегодня Вдруг читаем Или смотрим Спектакли И насколько Для нас Вдруг Открылись Банковские Взаимоотношения Все денежные дела И так далее Догнали Островского Грубо говоря Но дело Даже не в этом Его любовь Клюем Его любовь Уникальная Совершенная Любовь К его Забоскворечью К его родине Немедленно Вызывает Конечно Отзыв И в зрительном зале И этого Теплота Которая исходит От его материала От его мысли От его любви Ну что еще нужно Я честно говоря Не понимаю Виталий Николаевич Получается что Островский Сегодня Самый современный Драматург Вы согласны со мной? Очень даже согласен Очень Спасибо вам За это Правильно Абсолютно Формулировал И еще одно Вот вы говорите Современная Прочтение Честно говоря Надо подняться До уровня Островского До того уровня Который этот Драматург Написал Чем подтягивать Его до Своего Непонятного Уровня Так называемого Современного Вы меня понимаете? Виталий Николаевич Спасибо большое Напомню что На прямой связи С нашей студией Был замечательный Режиссер Малого театра России Виталий Иванов Который поставил Бешеные деньги Волки и овцы Которые вот просто Можно прийти В театр И посмотреть Я сейчас вот подумал Вот о чем Вы знаете Вот я послушал Виталия Много раз ездил В Щелыково И вообще Кто из молодежи Там не был Это имение Островского Это на Волге Это рядом с Плесом Это потрясающее место Вот надо туда съездить Чтобы понять Что такое Островский Вот я понял это так Когда я туда приехал Я увидел этот лес Зачарованный Мох такой Какой-то Голубой Какая-то Какая-то речка Что-то Я вдруг подумал Ничего не надо придумывать Вот Снегурка Она там просто родилась Вот клянусь Это место Абериндея Абсолютно Вы знаете Это ничего не надо придумывать И я думаю Островский Велик в том Что он Вот умел взять То что есть Да Вот просто взять И подать Читателю Извините Но ему это Помогало явно И природа Энергетика И люди Энергетика Это абсолютно Это удивительно Вы понимаете В Щелоково Надо ездить Тут мы За Москворечье Дойти не можем В дом музей посмотреть В Москворечье Алексей прогулять Нет Если Я школьников имею ввиду Не надо Получить красивые впечатления Надо туда ехать Это зачарованное место Что А потом вот Современное Несовременное Прочтение Можно спорить об этом Сколько угодно Но есть один критерий Это благодарность Кстати И артистов Этому великому драматургу Потому что роли Которые у него есть Они просто делают Актеров Это счастье А вот посмотрите На другую сторону Современное Несовременное Лет 18 Полякова Прекрасная Блистательная актриса Выходит в Волках и Овцах Вы можете На секунду представить Это поколение Смотрит И смотрит И приходит В каком году В 2002 Значит 11 лет Идет мудрец Понимаете Ведь чем Можно как угодно Относиться к малому театру Но Вы не найдете сегодня Ни одного театра В России Да и в мире Может быть А в России точно Где бы Одновременно На сцене Шли бы Столько пьес Островского Где шел бы Чехов Толстой И так далее Гоголь Где Назовите мне Театр И идет Ревизор И горе от ума И мудрец И так далее И так далее Даже недоросы Даже недоросы Нету такого В этом сила Вот малого театра И конечно мы благодарны Что это есть сила Конечно прежде всего Драматургии И Александр Николаевич Он номер один В принципе Конечно О Островском И о малом театре Можно говорить бесконечно Но понятно Что время нашего эфира Заканчивается Давайте Кратко может быть Подведем какие-то итоги И скажем еще Важные вещи Денис Сегодня уже Многое было сказано На мой взгляд Возвращаясь к полемике Почему Островский Не так популярен В Европе И в Америке Мне кажется Язык Островского Очень трудно переводим И я думаю Что это и хорошо Что Островский Остается нашим Национальным достоянием Так как и Пушкин Кстати Так как и Пушкин И пусть это будет так Действительно И мы будем Им восхищаться Им поражаться На протяжении Многих и многих Столетий даже Олег Олегович Островский Создал русский театр Мы как-то В беседе с Лакшиным Пришли к выводу Что Островский Это наш русский Шекспир Понятное дело Но лопе де вега Потому что Среди русских Драматургов Нельзя найти Практически авторов Которые По количеству пьес Могли бы Превзойти Островского У Островского 47 пьес У Чехова Столько не наберется Владимир Михайлович В жизни Ставить Островского Потому что в последнее время Мне все поручают Западную классику А мне хочется Именно Островского А я так понимаю Что вы мечтаете Играть его героев Да, конечно Я мечтаю Уже не столько Играть его героев Хотя, конечно, мечтаю Я мечтаю вот о чем Чтоб как можно скорее С театральной площади Перед малым театром Убрали стоянку машин Чтобы сделали Ремонт Того уникального театра И этого зала О котором мы Сегодня много говорили И перед этим зданием Нашим любимым По-прежнему сидел Александр Николаевич Островский Потому что без него Нет у нас сегодня Ни театра Ни Москвы А может быть Отчасти и России Я хочу сказать Я ценю Островского И мечтаю в нем играть Потому что В нем нет уныния В нем есть праздник Праздник жизни А жизнь это праздник Чего там говорить И чего там говорить Господи Хочется пожить Красиво и весело Правда? По-островскому И закончить эту программу Хочу Цитатой Иван Александрович Гончаров В письме Александру Николаевичу Написал Литературе вы принесли В дар целую библиотеку Художественных произведений Для сцены создали Свой особый мир Вы один достроили здание В основании которого Положили краеугольные камни Фанвизин Грибоедов Гоголь Но только после вас Мы, русские Можем с гордостью сказать У нас есть свой русский Национальный театр Он по справедливости Должен называться Театр Островского До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова